Добрый день, друзья! Добро пожаловать на мой канал! Если вы ищете блюдо, которое легко приготовить, и при этом оно будет выглядеть эффектно на праздничном столе и порадует насыщенным вкусом, куриная руляда с салями и петрушкой станет отличным выбором! Этот рулет отлично подходит для тех, кто любит готовить заранее. Вы можете сделать его накануне, оставить на ночь под гнетом, чтобы на следующий день просто нарезать на ломтики и подать к столу. Такая закуска прекрасно подойдет как для торжественного ужина, так и для того, чтобы взять с собой на работу или в дорогу в качестве сытного перекуса. А благодаря простоте приготовления с ним справится даже начинающий кулинар. Для приготовления я взяла курицу 1,5 кг, 3 куриных яйца, 1 небольшая головка чеснока, соль, перец по вкусу, приправа для курицы, 150 г салями, небольшой пучок петрушки. Возьмите небольшую курицу весом около 1,5 кг. Аккуратно, начиная с грудинки, отделите мясо от кости, стараясь не повредить кожу. Лишнюю кожу и жир тоже можно срезать. Для удобства можно также удалить крылья, так как мяса в них мало, а процесс отделения довольно трудоемкий. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Разложите куриное мясо на разделочной доске. Если на некоторых участках не хватает мяса, возьмите кусочки от филе и добавьте туда, где его не хватает. Отрезаем филе и добавляем. Накрываем курицу пищевой пленкой и слегка отбиваем мясо, чтобы оно стало мягче, равномерной толщины и быстрее пропиталось специями. Чеснок очистите и мелко нарежьте, либо пропустите через пресс. Равномерно распределяем чеснок по поверхности куриного мяса. Посолите, поперчите по вкусу и добавьте приправу для курицы. В ней обычно уже есть соль, поэтому я не солю. Оставьте курицу на время мариноваться, пока будем готовить начинку. Вилкой взбиваем 3 куриных яйца. Сначала я взяла 2, но потом за кадром добавила еще 1. Для первого блина смазываем сковороду небольшим количеством растительного масла. Выливаем половину яичной смеси на разогретую сковороду и равномерно распределяем по поверхности. Обжариваем с двух сторон на среднем огне до легкой румяности. Готовый блин перекладываем на тарелку для остывания. Аналогично готовим второй блин. Теперь на подготовленное куриное мясо выкладываем остывшие яичные блины. Начинки в этом блюде могут быть самые разные. Можно добавить грибы, сыр, вареные овощи, например морковь или кедровые орешки для разнообразия вкуса. Затем сверху колечки с салями, слегка накладывая их друг на друга. И последняя зелень петрушки. Аккуратно сворачиваем рулет с начинкой. У меня рулет получился слишком длинный, поэтому я разрезаю его пополам, чтобы легче было его приготовить. Каждую часть рулета плотно заворачиваю в несколько слоев пищевую пленку. Для красоты и сохранения формы обвязываю рулет кулинарной веревкой. Отправляем в большую кастрюлю, заливаем холодной водой, чтобы рулет был полностью покрыт. Доводим воду до кипения и варим на среднем огне в течение двух часов. Следите за уровнем воды, при необходимости подливаем, чтобы рулеты оставались полностью погруженными. Я в процессе приготовления также переворачиваю их. По окончании варки достаем рулеты из кастрюли и даю им немного остыть. Теперь кладу под гнет на ночь, чтобы рулеты уплотнились и приобрели красивую форму. На следующий день снимаем веревку и аккуратно удаляем пищевую пленку. Нарезаем рулеты на небольшие ломтики. Получается насыщенная ароматная закуска, которая может храниться в холодильнике до 5 дней. Рулет можно подавать на праздничный стол, брать с собой в дорогу или на работу в качестве сытного перекуса. Блюдо выглядит аппетитно, а вкус впечатляет сочностью и ароматом специй и зелени. Напоминаю, что хранить такой рулет можно в холодильнике до 5 дней. Он отлично сохраняет свои вкусовые качества. Такой рулет станет украшением любого застолья и идеальным перекусом дороги. Попробуйте приготовить эту простую и вкусную закуску. Вы точно удивите своих гостей и порадуете близких. Друзья, если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь и нажимайте на колокольчик. Так вы будете получать уведомления о моих новых видео рецептах. С вами была Неля. Всем приятного аппетита и мирного неба над головой! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok